всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это беспроводное зарядное устройство powerbank его называют еще по-другому думаю большинство из нас что-то похожее есть потому что телефоны современные становятся все мощнее экраны давно стали уже большие а емкость батареи растет очень не быстро очень не быстро но есть телефоны с огромными батарейками но при активном использовании даже вот я например использую сам сам xiaomi mi mix 2s у него батарейка 4000 миллиампер час многие телефоны уже такой батарейкой обладает но все равно разрядить их можно к вечеру если активно использовать многие телефоны даже iphone обзавелся беспроводной зарядкой и беспроводная зарядка известна давно еще со времен наверное первый телефон один из первых был nokia lumii 920 обладающий беспроводной зарядкой сейчас все практически флагманы они практически наверно все флагманы используют беспроводную зарядку технология у них одна это беспроводная зарядка от компании центурион компания находится в санкт-петербурге я эту зарядку всячески потестировал мало того производитель прислал мне не только на тест это зарядное устройство но и настолько уверен в своих продуктах что прислал для теста одно устройство с алиэкспресс по сопоставимой стоимости с ним а второй более дешевая которая продается в россии я их также протестировал хотя они говорят проверив все 10 на так они емкости больше здесь 8000 миллиампер час емкость батареи а здесь по 10 но это заряжает дольше я проверил это сам но давайте по порядку сначала посмотрим что у нас комплекте сразу скажу одна из фишек кроме того что устройство получилось красивое это органическое стекло с обратной стороны алюминий можно заряжать одновременно три устройства три телефона первый самая главная фишка этой зарядки это вместо того чтобы купить просто обычное проводное зарядное устройство звучит странно то есть ну которое от подключаете к блоку питания и кладете на него телефон заряжаете вы можете купить за эти же деньги беспроводное что меня подкупило самого я сам этим пользуюсь здесь огромная большая катушка обычно бывает ли вы одна маленькая катушка либо две катушки 10 пользуется одна большая и кроме того что можно заряжать без беспроводов, телефоны, либо наушники, которые поддерживают беспроводную зарядку, есть возможность зарядить одновременно три устройства. Я это проверил. Второе устройство заряжаем по интерфейсу USB 3.0. То есть кабель подключаем обычно, USB с другой стороны зарядка идет. И третье устройство, разумеется, можем подключить в комплекте. Очень грамотно подошел производитель к комплекту. Такой кабель, единственное, наверное, кабель мне чуть-чуть не нравится. Единственное, это не ложка дегтя, а единственная придирка из всего, что вот в этом устройстве можно попридираться, это к кабелю, который не очень хорошо сюда заходит. Но это мелочь на самом деле. Так вот, здесь производитель положил два переходника в комплекте. Один с microUSB на Type-C, а второй на Apple-овский Lightning. То есть такие переходнички в комплекте два уже идут. Им место вот здесь. И чтобы вытащить, достаточно кабель microUSB, который в комплекте, вот он, в блок он привязан, просто сюда его воткнуть и вытащить. Если он не нужен, то его сюда. Да, получается мы с собой можем носить либо для айфона зарядку, либо для Type-C. Плюс у нас всегда будет microUSB. Ну и в карман второй переходник также положить можно. Очень удобно, что на зарядном устройстве есть отображение в процентах от 100%, соответственно, и ниже, когда он будет разряжаться. Это действительно удобно. Заряжается устройство через microUSB. Я бы, конечно, предпочел, чтобы сюда поставили для зарядки более современный разъем Type-C, но обходиться нужно тем, что есть, microUSB. Рассказываю, как я тестировал. Я все записал, чтобы все эти данные в процентах, не дай бог, не ошибиться. Смотрите, что у меня получилось. Я тестировал эту зарядку со своим телефоном Xiaomi Mi Mix 2S. То есть я записывал все вот именно, как зарядка идет. Если мы говорим о популярном телефоне, тот же iPhone, например, и производитель всячески на iPhone упоминает на своем сайте, то можно зарядить 2-2,5 раза, в зависимости от зарядки, либо по проводам, либо без проводов. Я заряжал свой Mi Mix 2S, 100% был полностью заряжен Powerbank. У меня получилось 1.25, я зарядил его до 64%, осталось заряда 68%. То есть я зарядил телефон на 64%, было 36%. Ушло у меня на это 1.25 и осталось заряда 68%. То есть 32% я зарядил 2.3 огромной батарейки 4000 мАч. Это по проводам. Что касается беспроводов, то заряд уходит несколько больше, грубо говоря. То у меня ушел 51% с Powerbank, когда я беспроводов заряжал свой телефон. И зарядился за это время телефон на 48%. Но округляем 50-50. То есть даже 4000 батарейку без проводов зарядить можно на телефон полностью, что круто. А если мы говорим о меньших батарейках, а в айфонах все знают, что батарейки меньше, то там и получается 2-2,5 раза даже в огромных айфонах. Потому что батарейки там будут меньше, чем в андроид-устройствах. Но все равно даже такую батарейку зарядить за столько, это реально очень хороший показатель для 8000 мАч устройства. Что касается, производитель мне прислал именно, повторюсь, два Powerbank конкурентов. Один стоит 1800 рублей, он совсем простой. Здесь нет индикации никакой, он продается, у него гарантия 3 недели. На это устройство гарантия год. Год устройства. Притом находятся они в Санкт-Петербурге, из Китая. Их ждать, собственно, не нужно. 10 тысяч, но он даже по весу легче. Мы его в сторону просто убираем. Что касается второго. Второе устройство продается на Алиэкспресс. Нужно еще с Алиэкспресс ждать. Стоит оно 48 долларов. Это сопоставимое с ценой Центуриона, потому что Центурион продается за 2990 рублей в Санкт-Петербурге. С гарантией год. Но здесь у нас получилась картина хуже. Здесь, по идее, 10 тысяч мАч должно быть в этом зарядном устройстве, которое стоит столько же. Но оно уходит быстрее. Опять же, у меня записано. У меня получается, что, грубо говоря, 11% ушло, телефон зарядился на 10% без проводов с другого зарядного устройства. И 20% ушло, телефон зарядился на 23%. То есть, по идее, зарядка, которая больше емкости, 10 тысяч мАч, должна была зарядить больше, но зарядила по факту меньше. Ну и сравнивать тоже, наверное, не совсем корректно, потому что они разного класса. Здесь просто и ощущения не те. Ладно, подводим итоги. Мне вот эта штука однозначно понравилась. Это, еще раз повторю, намного лучше, чем просто взять и купить. Вот я прохожу мимо, в Москве много очень открылось и всегда было. Сети сотовых связей, открылись еще Xiaomi, очень многие такие киоскочки прямо в зале, прямо в торговых центрах. Я вижу, там зарядка стоит 2 тысячи рублей, там под 3 тысячи, беспроводная, которую нужно по проводам подключать. Это же устройство за те же деньги, оно красивое, оно действительно красивое. Оно легенькое, оно удобное, оно размером с телефон. Мы просто без проводов, я понимаю, в транспорте, например, в пути без проводов не так удобно. Но вы пришли домой, либо просто у вас есть возможность положить неподвижный телефон, вы положили, он у вас заряжается без проводов, действительно. И даже телефон с большой емкостью батареи, он способен это устройство там, ну полтора-два раза зарядить. Айфон два-два с половиной раза зарядит, при том с большим экраном, это действительно круто. И повторюсь, но это действительно важно, можно зарядить 3 устройства одновременно, но может быть будет такая необходимость, зарядить сразу 3. И, пожалуйста, без проблем вы зарядите. На мой взгляд, учитывая то, что здесь еще гарантия год идет официально, у них есть доставка по всей России, соответственно, посмотрите, ссылку на сайт я оставлю. Мне кажется, очень здравая покупка. Вот, кроме того, что кабель, мне вот хотелось бы, чтобы кабель как-то более заходил, что ли, удобно. Вот, в остальном я даже и не знаю, что это, к этой зарядке как бы попридираться, если бы даже захотеть. Мне очень понравилось. Ну и, ну и как видите, две коробки с новенькими запечатанными центральными стоят не просто так. Я у производителя попросил пару на конкурс, они их прислали в Санкт-Петербург, я прямо сейчас их разыгрываю. Конкурс будет проходить до 30 марта 2019 года. Будьте внимательны. 30 марта 2019 года я выберу двух победителей по комментариям. Вам нужно поставить лайк этому видео, желательно быть подписанным на мой канал и оставить один единственный комментарий здесь на YouTube под этим видео. Любого содержания. Можете указать там свой профиль ВКонтакте, Facebook, почту, если там не боитесь. Для того, чтобы если вы выиграете, я мог вам написать. Либо, если ничего не указываете, пожалуйста, 30 числа в группе ВКонтакте Арстайл, группа ВК, ссылка будет под видео, я опубликую результаты конкурса. Два победителя. По России я готов отправить за свой счет почту России первым классом. Если вы находитесь в другой стране, то, пожалуйста, найдите способ либо оплатить доставку, либо кто-то у вас заберет у меня в Москве. То есть по России готов отправить сам. Новенькие запечатанные ждут своих новых владельцев. На этом у меня все. Счастливо. Если что-то непонятно, условия конкурса будут под видео. До 30 марта 2019 года конкурс. Счастливо.